Военно-промышленный комплекс ВПК – система отраслей, призванная защищать обороноспособность страны. На развитие ВПК шло одна треть всех материальных, финансовых и научно-исследовательских ресурсов. Экономическая отрасль ВПК фактически являла собой несущую конструкцию всей социально-экономической системы СССР. В оборонке были сосредоточены лучшие научно-технические разработки и кадры. До трех четвертей всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИОКР производились в сфере ОПК. Предприятия оборонного комплекса производили большую часть электротехнической гражданской продукции. 90% телевизоров, холодильников, радиоприемников, 50% пылесосов, мотоциклов, электроплит. Около одной трети населения страны проживало в зоне размещения предприятий ОПК. Все это приводило к чрезмерному раздуванию зоны непроизводительных расходов на производство вооружений в ущерб сферы потребления. Советский ВПК стал важнейшим поставщиком вооружений для стран третьего мира и социалистического лагеря. В начале 1980-х годов 25% вооружений и боевой техники, производившихся в СССР, экспортировалось за рубеж. После смерти Сталина в 1953 году в научной политике также начались перемены. Были критически пересмотрены многие аспекты ее развития. В борьбу за восстановление генетики включились физики, химики, математики. Осенью 1955 года в ЦК КПСС было направлено знаменитое письмо 300 ученых против президента Вас Хнил Лысенко. Его монополии против мракобесия в науке. Начали пересматриваться некоторые догмы в общественных и гуманитарных науках. В области физики атомного ядра советская наука смогла занять одно из ведущих мест в мире. В СССР был создан самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц с энергией до 10 миллиардов электрон-вольт. За большой вклад в изучение теории цепных химических реакций академик Семенов был в 1956 году награжден Нобелевской премией. В 50-х, начале 60-х годов Нобелевской премии были удостоены физики Черенков, Франк и Там за теорию излучения, Черенкова-Вавилова, академик Ландау за создание теории сверхтекучести, Басов и Прохоров совместно с американцем Таунсом за разработку молекулярных квантовых генераторов. Главной послевоенной задачей СССР была ликвидация монополии США на ядерное оружие и создание собственного ракетно-ядерного щита. К созданию атомной бомбы были подключены ведущие специалисты научных учреждений страны. Советский атомный проект курировал Берия. В 1943 году была создана лаборатория номер 2. Возглавлял работу известный физик Курчатов. В 1948 году была испытана первая баллистическая ракета R-1. И уже 29 августа 1949 года в Семипалатинске, в Казахстане, была испытана первая советская атомная бомба. 4 октября 1957 года СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым работали учёные Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидаренко и многие другие. Это послужило важным шагом в освоении космического пространства. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» в космос полетит Юрий Гагарин. 16 июня 1963 года в космос полетела первая женщина-космонавт Валентина Черешкова. В 1965 году Леонов в скафандре вышел в открытый космос. Советский Союз достиг огромных результатов в создании электронно-вычислительных машин – ЭВМ. Основоположником советского компьютеростроения признан Лебедев. Первая модель ЭВМ была собрана в 1948 году и занимала комнату почти в 60 квадратных метров. В 1950-1953 годах коллектив этого конструкторского бюро, но уже под руководством Базилевского, разработал цифровую вычислительную машину общего назначения – «Стрела» с быстродействием в 2000 операций в секунду. Эта машина выпускалась до 1956 года, а всего было сделано 7 экземпляров. Таким образом, «Стрела» была первой промышленной ЭВМ – МСМ. БСМ существовали в то время всего в одном экземпляре. Самой успешной моделью советского ЭВМ, выпускаемой 1965-1995 годов, была БСМ-6. Советские конструкторы и эксперты научных учреждений уже во время войны работали над созданием новой военной техники. Были созданы самолеты с турбореактивными двигателями, так называемые реактивные самолеты. Первый полет реактивного истребителя Як-15 состоялся 24 апреля 1946 года. К середине 50-х годов XX века стало понятно, что пассажирские самолеты с поршневыми двигателями нужно заменить на новые образцы. Решение этой задачи было возложено на ведущих отечественных специалистов конструкторского бюро Андрея Туполева и Сергея Ильюшина. Первым реактивным самолетом стал Ту-104, испытанный 17 июня 1955 года. Советский Союз на два года опередил по массовой эксплуатации пассажирских турбореактивных самолетов США, Великобританию и другие западные страны, начав регулярную перевозку пассажиров. Американские и английские модели вышли на воздушные линии только в 1959 году.